Привет, мои дорогие и любимые зрители! Как ваше осеннее настроение? Надеюсь, что не хандрите. Я, кстати, к вам с новостями. Решила отдать программу в хорошие руки. Да-да, у Молодежного проспекта будет новая ведущая. С вами в последний раз в программе Молодежный проспект Маша Серчук. Я вас люблю. Пока-пока! Это вы ищете новую ведущую в Молодежный проспект? Ну все, вы ее нашли. Начинаем! Всем салют! С вами Саша Кипкаева, ведущая Молодежного проспекта. А сейчас вы увидите новую заставку. Готовы? Поехали! Что такое Ю? Побываем на первом в Юргу фестивале Юфест. Невозможно только то, что ты не пробовал. Познакомься с героиней, которая победила онкологию. В поисках пост-иронии. Следуем за зумерами. А ты знал, что в Юргу впервые прошел фестиваль Юфест? Это мероприятие про молодость, про жизнь, про нас с тобой. Фестиваль включал в себя лекции от топовых спикеров, мастер-классы и даже небольшой маркет. Как жаль, что я туда не попала. Но сейчас наш корреспондент поможет нам с тобой окунуться в эту атмосферу. Где же мы находимся? Мы пришли на Юфест в Южноуральском государственном университете. Что вообще за Ю? Это в плане ты на английском или это буква Ю на русском? Нам надо обязательно это выяснить прямо сегодня. Вот мы это и узнаем. Что значит буква Ю на Юфесте? Юниверситет. Так, сейчас я у него еще что-нибудь спрошу. Съемка идет, фестиваль тоже идет, народ идет. Буква Ю. Единственная не пришла еще. Катя, это что, стойки с твоей свадьбы? Это стойки с моей свадьбы. А скажи, пожалуйста, вот ты пришла на Юфест. Что значит Ю? Для меня Ю это Юраль. Ю это Юраль или Юргу, собственно, две мои любимые организации. Одна про путешествия, вторая про образование. Сейчас они прекратят разговаривать и я ворвусь. А подскажите, что значит Юфест? Буква Ю, что это? Ю? Ну, это прежде всего первая буква университета. А уже все остальное там то, что ты и все, что связано с сегодняшним мероприятием. Ребят, привет. Здравствуйте. А скажите, вот вы пришли на Юфест. Что значит для вас Ю? Юность. Юмор. Ю это ты, то есть ты это мир. А для меня Ю означает юность, Юргу и самое прекрасное, все, что связано с этим университетом. Привет. Привет. Ты пришла на Юфест. Что Ю значит для тебя? Ю? Это значит вы, это значит ты, это значит люди, которые окружают нас. Вот это сюрпризы. Давай меня снимем. Ну что ж, все друзья наши и наши сотрудники, студенты Южноуральского, все расходятся по аудиториям, по нашим любимым площадкам. Ну что, пойдем посмотрим, что же там происходит интересного. Я могу потанцевать на камеру. Юфест, Ю, круто. Юргу. Камера, стой, стой, не уходи. Не уходи, стой, я тебя догоню. Я вот сегодня взяла себе наклеечки. А ты что себе взял? Худок новый. Тебе что, подарили? Да. А почему мне не подарили? Нет, ты серьезно? У-у-у, это новый худок. Нет, ты серьезно? У-у-у. Это мой первый аж, у меня самый крутой первый аж. Видно, как я прыгаю, какая я счастливая? А, все, я могу идти? Давай, я красиво пойду, такая типа. Ну что, наш фестиваль продолжается. Уже прошел розыгрыш призов. И знаете, ребятам действительно нравятся спикеры, площадки. Это то, что нужно Южноуральскому государственному университету. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В 16 лет Дарье Кувшиновой диагностировали рак. Почти год она лечилась в отделении, в котором работает сейчас. Сегодня она учится на врача и мечтает работать в детской онкологии, чтобы своим примером показывать маленьким пациентам, что рак лечится. Теплый апрельский день 2014 года Дарья запомнила на всю свою жизнь. Это ее второй день рождения. Девушка поборола страшную болезнь – онкологию. Узнала про болезнь, сидя в школе на уроке, абсолютно случайно обнаружила какое-то увеличение лимфатических узлов. Я тогда, ну, не думаю, так сильно испугалась. И я, начитавшись дополнительной информацией в интернете, решила все-таки еще удостовериться в том, что это действительно не угрожает моей жизни. И, значит, решила дополнительно почитать об этом какую-то информацию. И вот наткнулась на то, что мои симптомы были похожи на симптомы онкологического заболевания. Отрицание и агрессия на врача – первое, с чем столкнулась Дарья. Хотелось верить, что вся эта ситуация – страшный сон. Первые мысли, как у всех, наверное, людей, которые узнают, что они больны и что это, скорее всего, смертельно. У подростков у них как бы гипертрофированные чувства. Все кажется острее и все чувствуется более, ну, более ярко, что ли. Но позже как бы все равно приходит понимание того, что, ну, либо ты, либо тебя, значит, надо бороться дальше. Борьбу с заболеванием Дарья смогла победить. После выписки ее захватило чувство ответственности. Девушка решила, если помогли ей, значит, и она теперь должна помогать другим. Ну, да, у меня была такая четкая мысль, если я вдруг вылечусь, то тогда я бы хотела, ну, как отдать должное, например. То есть я видела, сколько сил вкладывают доктора, медсестры, сколько сил вкладывают преподаватели, которые здесь общаются с детьми. Сейчас Дарья учится на врача. Она мечтает работать в детской онкологии и хочет показать своим примерам, что нельзя опускать руки. Ну, вообще, я должна сказать, что у нас в МЕДе, ну, какой-то особенный народ, то есть мы всегда работаем и всегда учимся. Нет такого, что, ну, очень редко кто не работает. Всегда все совмещают учебу, работу, бессонные ночи с работы ты едешь на учебу, допустим, там, суток ты приезжаешь на учебу, и только через полутора ты оказываешься дома, близкие смотрят на тебя и говорят, ну, вот, хотя бы посмотрим, как ты выглядишь. Дарья верит, что слова поддержки важны не меньше, чем внутренняя уверенность. В первую очередь, должны быть слова поддержки, ну, и это настрой. Всегда настраивать на то, что, да, как бы ни было трудно, как бы ни было тяжело, но ты это переживешь, ты справишься, и ты это преодолеешь. Не могу понять, нахожусь я в ресурсе или в моменте. У кого мне узнать совет? Я поняла. Узумеров! За кем? За зумерами. Зумеры — это мы, люди поколения двухтысячных, юзеры соцсетей, мемоделы. Хей, меня зовут Вика. И в этой рубрике я буду рассказывать обо всем, что находится на пике популярности в интернете. В этот раз мы поговорим о мемах. Мемы сегодня — основа поп-культуры. Они были как в Средневековье, так и в Советском Союзе. Я такая пост-пост, я такая мета-мета. Я такая пост-пост, я такая мета-мета. Или к чему нас отсылает песня «Монеточки», которая вышла три года назад. А мы сейчас пишем, прикольно. Ирония — насмешка в скрытой форме. Пост — приставка, которая означает что-то, что будет после. Например, постапокалипсис. Так что же будет после иронии? Ладно, пишем, пока не запишем. Пост-терония — это когда вы не можете понять, говорит человек. Я забыла текст, извините. Пост-терония — это когда вы не можете понять, шутит человек или говорит правду. Она ставит под сомнение серьезность, а иногда и адекватность ситуации. Пост-тероничные мемы — мемы без рофла, без юмора. Абсурдность таких картинок и делает их смешными. Кидай ссылку на свой любимый по-страничный мем. Товарищ монтажер, вставьте мем в конце. А в следующем выпуске мы разберем значение слова «зоскамели» и других трендовых слов. Следи за зумерами и держи в курсе. Скажи, что сделать с руками. Ца-о-шла! Ну что, как тебе новый сезон «Молодежного проспекта»? Круто? Мне тоже понравилось. Подписывайся на наш YouTube-канал и Instagram. Всех обняла. Пока-пока!